В их медицинской карте никогда не напишут «здоров». Неизлечимо больным людям нужна особая помощь и поддержка. День палеотивной помощи мир отмечает каждую вторую субботу октября. Он стал профессиональным праздником и для специалистов хосписа «Дом с маяком». О тех, кто посвящает свою жизнь тем, для кого она превратилась в преодоление, расскажет Дарья Борисова. Привет, мой хороший. Как у тебя дела? Как у вас дела? Ничего. Ничего, только что у меня после больницы выписались. Ну да. В свои неполных три года маленький Саша Кадышев – пациент со стажем. Свою кроватку в детской он обжил только спустя полгода после рождения. До этого дома мальчика была больничная палата. Виной тому врожденное генетическое заболевание. Какого-то определенного диагноза она мне ставит. И, соответственно, у нас эпилепсия, ну и все вытекающие отсюда. Саша дышит через трахиостому, питается через гастростому. Уход за ними лежит на Марине, так что для мальчика приходится быть не только мамой, но и медсестрой. Справляться помогает врач палеотивной помощи. С января Кадышевых взял под опеку хоспис «Дом с маяком». И семья получила возможность чувствовать себя в безопасности вне стен стационара. Любому человеку комфортнее дома. И хоспис настроен на то, что мы дома и нам не нужно переживать, что в плане экстренной какой-то ситуации я не буду знать, куда мне обратиться. Я понимаю, что я наберу номер и мне ответят. На связи с Мариной врач Зоя Куница. В палеотивной медицине она два с половиной года. В хосписную помощь пришла опытным педиатром с багажом знания о врачебном деле. Как оказалось, недостаточно богатым для помощи детям с пожизненными диагнозами. Поразило то, что я поняла, что я многого не знаю. Нас в институте этому не учили. И теперь я понимаю врачей государственных поликлиник, что они в виде таких детей не то что отказываются им помочь, они просто не знают, как им помочь. Как ухаживать за особенным ребенком Зоя теперь знает и учит родителей своих пациентов. Мама и папа этих детей учатся справляться с медицинским оборудованием, самостоятельно проводить процедуры и с полувзгляда замечать ухудшения в состоянии ребенка. Но для семей врач палеотивной помощи старается сделать чуть больше того, о чем можно прочитать в медицинской литературе. Показать родителям, что жизнь не кончается, что жизнь есть и даже особенные дети могут жить так, чтобы им было комфортно. Награда – то, что ребенок находится дома, что он может выйти на улицу, ходить на какие-то мероприятия. Некоторые даже могут учиться в школе. День палеотивной помощи Зоя Куницы ежегодно проводит в дороге. Как и многие ее коллеги, она спешит к пациентам, которых нельзя вылечить, но которым можно помочь. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.